всем привет уважаемые подписчики с вами армак и сегодня вашему вниманию игра против семерых компьютеров в одной команде на минимальном размере карты на эске без подземки играем сегодня за некромантов и выбираем галтрана как стартового героя вообще конечно в идеале надо играть против 8 компьютеров на немножко больше в командах там будет сложнее играть для скажем так динамичности выберем такой вот минимальный и сразу же на галтране мчим с вами вперед я специально отключил плагин heavy rules который накладывает ряд ограничений дает дополнительные 2 500 на старте будем играть как положено без всех вот этих вот дополнительных бонусов как бы оно было на оригинале поэтому сейчас сразу же пробиваем охрану и будем разбегаться в разные стороны чтобы попытаться выбить всех соседних компьютеров как можно скорее ресурсов здесь очень мало каждая шахта здесь играет очень и очень важную роль и сразу же соседний компьютер который мы находим это как раз синего цвета игрок и он играет зооплод попробуем с вами его сразу же выбить еще до того момента пока он сможет позволить себе скупаться или заниматься чем-то подобным за некромантов подобных форматах игры играть наверное проще всего поскольку здесь армии жутко не хватает на проведение бою в особенно начиная со второго дня у них армия пускай даже в виде скелетов она растет после каждого боя хоть немножечко это хоть как-то компенсирует те потери которые вы постоянно будете получать вот на всех парах в общем-то мчим с вами также большой проблемой здесь является то что появляются багнутые проходы вот прибили уже одного компьютера этого у нас первого дня несколько замков мы зашли сразу же внутрь замка и решили заночевать в нем пока появление других компьютеров мы не увидели продолжаем двигаться ниже и к нашему счастью мы находим коричневого компьютера и причем это родной для нас замок что не может не радовать с двумя родными замками явно будет играть нам попроще накидываем щиток на самый главный ударный стек таким образом мы очень сильно снижаем тот урон который могут по нам наносить не факт что будут но могут остальных попробуем просто вырезать по максимуму ну и единички в общем-то используются для того же попробуем разделить юнитов между собой за счет разлома посредине у нас это получается сделать и за счет этого мы получаем дополнительные преимущества вот сейчас удалось за экспертить некромантию и после этой самой экспертной некромантии дальше бои должно стать проводить попроще отжимаем замок и сразу же пытаемся убить кси находящегося рядом будем надеяться что это последний компьютерный герой который здесь есть и мы с вами не будем терять ближайшие замки один за другим в случае чего еще очень хороший навык для вот таких вот мелких карт это логистика за счет которого вы можете пробегать на очень длинное расстояние и очень быстро минусовать там по два-три компьютерных игрока за каждый ход в случае чего не давая им возможности как-то развиваться ну и плюс даст вам возможность более быстро побеждать но от того какая вам зашла стартовая армия и вашим соперниками какие охраны стоят там стрелковые не стрелковые от этого тоже очень многое в общем то зависит поэтому говорить о том что вы всегда будете побеждать играя вот в таком вот формате за тот или иной замок сказать нельзя чем меньше карта тем больше рандома поэтому те игроки которые вот в таком вот формате показывают разные игры это обычные игроки низкоуровневые у них скилл не так высок обычно как раз именно такие рандомные форматы где все может решать чисто ситуация и используются слабыми игроками для того чтобы показать вот смотрите какой я сильный если же вы посмотрите как подобные игроки будут в таком формате каждую игру стрелить то вы посмотрите сколько реально будет поражений перед тем как будут возникать конкретные победы у нас тем временем отжали один из замков мы снова его возвращаем себе плюс то что мы играем с вами вот здесь багнутый проход через который попробуем словить этого компа он у нас теперь отжал еще один замок вот постоянно приходится за ним бегать туда-сюда что не очень нам выгодно конечно и на следующий ход если мы сейчас не пойдем его прибивать он пойдет забирать один из наших родных для нас замков поэтому хочешь не хочешь надо атаковать соглашаюсь с потерями потому что потери могут в итоге получиться еще больше попробую вернуть тоже шахту может удастся даже какой-то замок отстроить до получения цитадели например за счет усиления и отстройки цитадели и замков можно усилить тот или иной замок хотя бы чтобы вражеские слабые герои не захватывали ваши замки искупаясь в плотовском замке чтобы получить хоть каких-то стрелков себе зеленый компьютер вроде как зажат там у него стрелковая охрана и вероятность того что он будет оттуда выходить и как-то нам пытаться угрожать она довольно небольшая тем временем оставляю хоть какую-то защиту и как назло зеленый компьютер все-таки выходит тут мы прогоняем фиолетового компьютера начинаются нашествия с разных сторон и мне приходится по всей карте бегать туда-сюда для того чтобы героев прогонять постоянно но прогонять их надо потому что терять замки это очень невыгодно это очень невыгодно с тактической точки зрения довольно быстренько стараемся все это дело минусовать ему чем быстрее мы заминусуем армию тем меньше можем потерять с учетом если там будет какая-то книга заклинаний ну в данном случае мы против война воюем здесь чего-то подобного ожидать вроде как и не нужно но все может быть компьютеры они такие непредсказуемые ребята в этом плане все сбежали отжали шахту ну и теперь надо идти и вообще добивать до конца этого зеленого компа отстроил я сразу же гильдию магов таким образом я теперь сажусь и пополнять ману и получать новые заклинания на следующий ход пойдем тогда мы добивать этого компа и заодно построил я цитадель чтобы максимально усилить тот центральный замок чтобы его не захватывали вот нападает один из героев вражеских в надежде отжать этот замок и судя по всему я ему подарю эту цитадель но с другой стороны он хоть армию какую-то потеряет что не может не радовать и теперь опять надо решать идти нам убивать и захватывать свой замок назад или зеленого добивать потому что опять я побегу наверх я опять начну страдать в итоге решаю идти добивать все таки зеленого все зеленый уничтожен и через проход тут наверх можно сэкономить и попробовать пойти пробить все таки охрану и вернуть свой замок побыстрее но я нет решаю со стороны оплота зайти и вот через багнутый проход в который раз выбегаю все опять они занимают замок и в цитадельки конечно мне придется больше потерпеть больше потерять армии в случае чего в общем решаю что смогу подраться лучше чем мне предложила быстрая битва так ли это сейчас с вами посмотрим уже после проведения боя дело в том что для данного замка как башня вот эти вот маги отстроены конечно это сильно жестоко она даже наличие одного мага в армия но удешевляет ту магию которую будет кастовать этот герой за счет магии на вот таких вот мелких картах можно очень сильно получить те или иные преимущества в бою как по мне вот игра через магов она может быть даже предпочтительнее здесь в разы чем игра через воинов главное чтобы охраны были посильнее а я по моему охраны ставил слабые или средние в общем для того чтобы компьютеру тоже было проще ко мне пробиваться игра стала еще более сложной если же ставить сильные охраны то если не получится баг на того прохода в ту или иную сторону большой долей вероятности компьютеры могут определенное количество ходов сидеть у себя на зоне и таким образом они не будут давать возможности вам хуже развиваться то есть мешать вам в этом плане и некоторые игроки опять же этим пользуются а зрители потом удивляются вау как хорошо сыграно и тому подобные моменты тем временем я отстраиваю вампиров и остаюсь на разгоне и приходят нас атаковать это уже болотный оранжевый компьютер которого тоже сейчас попробуем сначала отбиться а потом надо будет бежать и пытаться дожимать вот в таком формате когда на вас нападает тот или иной компьютер и вы отбиваете его атаку нужно стараться именно найти его замок в первую очередь и отжать потому что когда вы лишаете его армии то взять дополнительную армию на мелких шаблонах очень проблематично потому что ее и так мало и компьютер которого атаку вы отбили он является очень и очень ослабленным нужно ловить момент и пользоваться подобными моментами чтобы минимизировать вот логистика зашла вот очень я вам говорил с логистикой мне будет проще по-быстрому все решать и посмотрите какие штурмы начинаются уже второй герой за один ход ловит меня внутри замка и пытается здесь же добить нас спасает во многом то что мы как раз являемся некромантами и они конечно очень сильно нашу армию выбивают но в то же время мы с вами и часть потерянной с его стороны армии тоже призываем в виде скелетов свою армию после боя а так конечно играя за другой замок они могли меня вот этими вот постоянными штурмами просто присадить и не дать мне нормально развиваться в этом плане вот такие дела ребят ну вот отбились более менее начинается уже третья неделя мы контролируем с вами 4 замка то есть грубо говоря центр и запад мы в основном контролируем еще сверху надо там замки будет поминусовать как то вот думаю брать или не брать вампиров насколько в этом есть смысл общем решаю брать тряпок оставляю на защите замка добавляю немножечко скелетов в дополнение ко всему но с остальной армией поедем в общем-то даже мать соседей у оранжевого компьютера вообще замок оказался пустой и мы таким образом с вами получили себе дополнительные войска в армию и можно попробовать фиолетового компа прогнать отсюда а я решаю просто отсидеться в замке даже так тогда получается на разгончике тем временем фиолетовый компьютер идет пытаться отжимать замок соседнего компьютера который мы отжали себе а мы в свою очередь не даем ему это сделать и он данного героя своего потратил ну можно сказать что даже впустую с большой долей вероятности докупаем себе еще вампиров еще больше скелетов ну и пришло время выбирать какого еще компьютера мы с вами пойдем дожимать ближайшее время пойдем дожимать вот этого вот голубого наверно поскольку он нам уже вредил стрелочкой минусуем чтобы это произошло побыстрее подставляем единички сами прячемся а нам кентавров стараются минусовать на кентавры нам по большей части для разгона нужно все минусанули мы еще одного компьютера башня нам засвечивает большую часть карты и мы теперь с вами имеем представление откуда можно будет следующих атак ожидать вот опять же есть еще один багнутый проход можно вот соседнего компьютера попробовать прижучить нужно какую-то защиту оставить хоть минимальную поэтому я покупаю магов по охране я оставляю единички как обычно а магов беру себе теперь у меня заклинания будут даже во время боя дешевле стоить и оранжевый компьютер появляется ну я решаю построить там цитадель или замок до для усиления самого замка и еду уничтожать розового компьютера он тоже в данный момент уничтожен и мы едем дальше собственно не стал разгоняться даже на самой шахте оранжевый компьютер не стал даже идти пытаться нас дожать окончательно ну я решаю идти отжать очередной замок это уже данж то есть темница с ним тоже у нас не должно возникнуть каких-то серьезных проблем моралька зашла из-за этого мы потеряем скелетов больше чем должны были изначально ничего страшного все равно не крения но нам больше плюс работает мы с вами еще словили момент когда один из героев выехал из замка и по сути армии внутри не осталось как таковой будем в этом же замке с вами и ночевать удваиваем ману сразу же и с большим количеством маны дешевой магии которая есть в наличии здесь уже шансы на победу они очень и очень высоки здесь вопрос только насколько быстро нам удастся закончить игру целом покупаю дополнительного героя и этим героем иду минусовать оранжевого компьютера все оранжевый компьютер тоже стер с лица остается еще герой фиолетового компа тоже желательно его атаковать я вот думаю использовать может кого-то другого или все-таки галтраном галтраном все-таки еду отказываясь от тех потерь которые мне предложили поскольку быстрая битва она не использует магию насколько я знаю и вам необходимо чтобы минимизировать потери все-таки передраться для того чтобы за счет магии потерять поменьше армии тем более магия полезная у меня есть то если бы не было полезной какой-то магии достаточное количество маны тогда можно было бы даже соглашаться вообще с опытом вам приходит момент когда вы понимаете можете вы лучше подраться или нет зависимости от того какую армию вы пробиваете какую армию имеете плюс нужно делать поправки на возможную морали и сколько их может быть потому что вам может показаться что вы реально потеряете в разы меньше а потом окажется что там то было две-три морали и вы подрались гораздо хуже чем вам предложили изначально бывает и такое на сто процентов предположить такие моменты нельзя лишь примерно что там уже все будет зависеть именно от вас все отжали фиолетовый уничтожен и на этом победа больше на карте не осталось ни одного игрока и мы с вами за 19 аду полностью вынесли всех героев вот так это примерно делается но это не говорит абсолютно ни о каком скилле с вашей стороны как я говорил такие мелкие карты они не отображают реальный уровень вашей игры здесь очень много рандомных моментов где-то компьютером лучше сдаст где-то какие-то охраны более удачные или менее удачная то как вы настроите сам размер карты какой будет шаблон выбран и многое другое это все решает ребят поэтому если будете смотреть на подобные видео на ю тубе то знаете что это абсолютно не показатель чего-то такого у меня на этом все всем спасибо за внимание с вами был армак до новых встреч подписывайтесь на канал и ставьте лайк если видео понравилось всем пока